22 июня 1941 года в 4 часа утра фашистская авиация одновременно атаковала 66 стратегически важных объектов. От Финского залива до Черного моря тысячи немецких орудий открыли огонь по пограничным заставам. В армию СССР призвали сразу 14 возрастов, чтобы отразить силы противника. Уважаемые жители Анапы, уважаемые ветераны, Сегодня трагический день для нашей страны, сегодня день памяти и скорби. 77 лет назад немецко-фашистские войска напали на Советский Союз. Это самая кровопролитная, самая тяжелая война, которая была в истории человечества. Мы помним героев тыла, мы скорбим по тем, кто не вернулся с полей боя и умерли от холода и голода. Сегодня, в этот день памяти и скорби, я хочу пожелать всем мирного неба, счастья, здоровья. И главное, чтобы мы всегда помнили, какой ценой и кто заявал эту победу. 2018 год – особенный для Краснодарского края. 75 лет полного и окончательного освобождения Кубани от гитлеровских оккупантов и завершения битвы за Кавказ. Анапские студенты пришли на митинг с портретами своих родственников, воевавших в годы войны. Как и для всей нашей великой державы, этот день для меня значит очень много. И не только потому, что моя прабабушка воевала в это время. Конечно, безусловно, это так, но мне кажется, что каждый из нас должен отдать дань памяти людям, которые просто положили головы за наши жизни. Шли выпускные балы, в Ленинграде белые ночи превратились в черные дни голода, холода и смерти. Мы должны помнить, что основная тяжесть легла на плечи советского народа. И я хочу, чтобы наша молодежь это помнила. Ровно в 10 часов вся Кубань застыла в минуте молчания. К мемориалу, павшим в боях за родину анапчане возложили цветы и венки. В этой братской могиле захоронены около 400 человек. Всего же на фронтах Великой Отечественной пали более 5000 анапчан. В их честь прозвучал тройной орудийный залп. Ольга Родина, Ксения Сепко, Михаил Григорьев. Анапа. Регион.